День Друга В 72-й годовине перемоги у Великой Айчинной войне у Гомелі присвятили акцію рака памяти. І більш падрабязна аб гэтымі не толькі. Сьогодні у Гомелі падвіли вынікі работы господарчага комплексу ў першім кварталі. С п'яти основных прагнозных пакашчыкаў атрымалася выканаць чатыры. Кончатковыя дадзіныя паяшчы одной пазіцы будуть вядомае крыху пазній. Разам с тым толькі констатация і поспіхаў на пасяджэні Харвы Канкама не абмяжаваліся. На які праблімы будзі звернута асаблівая ўвага гарацкіх уладаў, ведаюць нашы корэспандэнты. Бадай самунушальны дасягнуты пакашчыку гэтым годзі експорт таваров. При плані ў 101% темп росту 155. В абсалютных ліжбах гэта больш як 65 мільйонов доларов. Яшэдна падстава для гонору працягнення замежных інвістыцей. Утрая більш, чым плановалася. Пытання, якое хвалю ўсіх, заработная плата. У середнім пагородзі яна пера высіла 700 рублів. А ліпры гэтам достатково значно адрознівайцца пагалінах. Калі ў промысловості 720 ў будавнішім комплексі тільки каля 650. Што тлумашыцца знижэннім абййомаў робот як замежам в Беларусі, так і непосрэдна ў Гоміли. Именно эта сфера нам значительно плюсует і по количеству убыточних підприятий, і по сумме убытков. Якщо в целом по городу сумма убытков сократилась примерно в 20 раз, то именно по сфере строительства мы немножко плюсуем. Це порядка 30% куровам первых місяців прошлого року. В настоящее время испытывається дефицит именно строительних об'єктов. Поэтому, несмотря на і мощності, і специалистів в області строительства, в настоящее время не удається обеспечити выход на уровень хотя бы прошлого року. У гомельскім гарваканкамі перакананы, навад не глядзішы на достаткова высокі пакашшыкі, вынікі могуць быць яшше большзначными. На шырагу прадприємству існуючая магуднаці выкарыстовываюцца не ў полным абййоме. На інших, пра высокой якості продукці не отрымліваць сорганізаваць її поставкі на експорт. Яшше одна сфера павышанай увагі прасулаткаванне. Зараз узровінь безпрасовья у Гомілі складае 1%. С пачатку года каля 500 безпрасовных накеравана на перенавучанне. Мельшан. Яшше – 9600, занятые Шасова. Сейчас люди работают конкретно в больнице, например, у госпиталей, в Костюковке больнице, в центре социального обслуживания населения Советского района. В ближайшее время, сразу после Дня Победы, будут работать в нескольких, в четырех школах. То есть они конкретно будут связаны с покраской заборов, ремонтом скамеи, курн и т.д. То есть занятые, мы уверены, что полностью будут обеспечены. И продолжается помощь колхозам. Олег Синцеров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Сегодня у Беларуси означается «День друку». На Гомельщине своим профессийным святом ягу личать супрационники 24-х редакций державных газет. Одну з ях наведаў Олег Синцерову. Советский район у Гомеля был створен в 1973-м. Сегодня ягу называюсь «Заходними воротами города». Менавито по его головной улице, Рыльским проспекте, приезжаюсь гости с краины Европы. На территории Советского района проживаю емаль 35% городского населенства. Але знакоміто ён не толькі гэтам. Зараз тут выдаецца аддіна ё Беларусі газета, яка заснавана администрація городского района. Перший номер вышел на праканце 96-го. І с таго часу выдання стало саправды популярным. Или покупаем в Ларьке эту газету, или вот на стенде здесь. Ну потому что мы живем в этом районе рядышком, и, конечно, все вот события интересно знать. Вот даже сейчас про расширение дороги, что нас всегда волнует к магазину. Подход вот этот вот, новость уздали, что будет благоустройство этой дороги. Так что газетой довольны. Сегодня газета «Советский район» позиционує себе, як выдання, готовый отгукнуться на любые просьбы читачоу. Большим журналисты не токі выезжаюць на місце падей, а лей приймаюць гамильчан непосредно у редакции. Токі по телефоне, што год сюды поступаюе больше 500 зворотов, плюс зносиною про соціальні сетки. Частко узняток пытанье удрукуюцца у рубрицы, да поможите разобраться. Пытання, які редакція не може выращыць самостойно, накеруюцца для принятия мер керунику администрація района. З минулого года газета перешла на самоокупность. Основная краница финансовых поступлений, подписка и реклама. Правда, колькость опошней обмежевана, головная все ж таки інтереса читачоу. Мы нашли свою нишу, главное она, это обратная связь с читателями. То есть крупным изданиям нет дела до проблем, которые во дворе происходят, там, в отдельно взятом подъезде. Мы можем этой темой позаниматься и, в принципе, занимаемся. То есть пишем близкие людям новости и стараемся реагировать на их обращения, которые постоянно поступают в редакцию. О акционерном товаристве «Полездруг» опошенный номер газеты «Советский район» отримываюсь в электронном выгляде. Докладно о поведенности с графиком о 21 вечера. Для подрактовки обстреливания специалистам спотребится ящик или 15 хвилин. Для того, как читач отримал газету «Ранница», ей необходимо надурговать вечером. Обстреливание, которое установлено акционерном товаристве «Полездруг», дозволяет друковать за одну хвилину 400 экземпляров. Таким чином, весь террас советского района в Большой Свет ниже 20 хвилин. Сегодня на Гомичине выходят 24 державные газеты – областные, городские и районные. Практично усеяны, выдаются на «Полездруг» и уже отсюда доставляются в регионы. Кожную «Ранницу» частку новых газет отримываются подписчики, остальные поступают в свободный продаж. Для редакции это своясабливый барометр профессионализма. Выдание с цикавыми и актуальными темами разыходится больше худко. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, телерадокомпания «Гомель». 72-й годовине перемоги у Великой Айчинной войне Гомельский Державный Медицинский Университет просвятил акцию «Рака памяти». Сегодня студенты и выкладчики ВНУ пустили по процессу жвенок живых кветок. У гонор бойцов, які загинули при обороне и вызволении Гомеля, у дельники акции выробили паперовые кораблики. На кожным словы подяки за мирное небо, свободу и незалежность. На воду опустили так само живые гвоздяки, як символ того, что память об советских воинах, які героично обороняли родную землю од оккупантов, буде заусюды живой. Чем дальше уходят вот эти годы войны в историю, тем мы должны более внимательно и постоянно работать с нашей молодежью. Ведь не секрет, что история переписывается, много желающих есть ее переписать, принизить роль советского народа в победе над фашизмом. Поэтому эта акция – это только часть небольшая тех мероприятий, которые проводятся в Гомельском государственном медицинском университете. Мы вспоминаем эти годы, вспоминаем миллионы погибших. Ну и те, кто увидит, может быть, как по реке Сош плывет венок, тоже вспомнят этих людей, которые отдали свою жизнь за победу, за освобождение нашей Родины. Павел Леонидович Жданович, депутат Палаты представников национального сходу Республики Беларусь по Гомельской советской выборчей Акрузе номер 34, сегодня станет гостем программы «Деалог». Размова за крайне деянности депутата у Акрузе, але основную увагу плануется надать на доходящему Дню Великой Перамоги. Павел Жданович, який больше за 10 годов, узначальвав областный музей военной славы, у питаниях военной истории региона з'является одним из наибольшь компетентных специалистов. Глядите программу «19.20» на телеканале «Беларусь-4». Долучайтесь до «Деалогу» у студии по номеру телефона промога эфиру 77-68-45. Выстава оригинальных живописных работ под назвой «Сплятенни души» открылась у картинной галереи Гаурила Вашченки. Аутар проекта «Мастак» с Санкт-Петербурга Антонина Кривичанина. «Мастачка» – представник сучасной академичной школы. Яна увасабляет свои неординарные идеи и погляды празреалистичные формы, надает великое значение измястонности и дбайной передачи фактуры. На выставе представлено коля 40 работ. Портреты – сузиральные и наполненные спокоем. Аутар имкнется раскрыть только лепшие баки своих героев и показать богатые их унутренного свету. У пейзажах захованы им гненни перших уражений у «Мастачки» и змены розных природных станов. Гэта не просто адлюстравание новокольной рычаисности, а увасабление думок и отчувание у празлитературные и философские ассоциации. Мне стало впечатление за последние несколько лет, что люди, современные люди, особенно молодежь, абсолютно стали оторваны от земли. Они перестали видеть естественную красоту, которая вокруг них находится. Поэтому, наверное, основная задача сейчас у художника – это как раз обратить внимание обычного человека на то, чтобы смотреть, как вокруг вас красиво. Потому что только из этой красоты можно черпать энергию, вдохновение для того, чтобы жить и радоваться этой жизнью. Сегодняшний выпуск программы «Добрый вечер. Гомель» будет присвечен байкерам. Кто яны – это хлопцы и девчаты на великих и худких мотоциклах? Как поводят себе на дорогах и какую музыку слухают? По яких маршрутах вандруют? Как учатся керовать своими железными конями? И как тримают свои мотоциклы у належным техничным станем? Глядите, «Добрый вечер. Гомель» сёння у 20.40 на Беларусь 4. Телефон у студии 37-519. ГТ, а так сама иншая новинная вы можете найти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфира «Спортивный огляд» с новинами спорта вас познайомить мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин